добрый вечер всем я надеюсь что меня слышно алекс леон михаил эмиль надеюсь что еще кто-то подключится во первых я хочу начать с того чтобы поздравить всех с праздником ханука хотя мы не будем сегодня говорить о событиях непосредственно связанных с праздником ханука но какие-то сюжетные линии в общем будут косвенным образом связаны вообще скажем так с неким постоянно сопровождающим историю еврейского народа стремлением обрести независимость от окружающих зачастую более сильных держав которые свою очередь стремятся подчинить себе еврейское государство вот здесь мы как бы тот сюжет которым мы будем заниматься сегодня он тоже с этим с этой идеей связан но начнем мы с того чем мы закончили в прошлый раз мы говорим о царствовании юшия последний крупный царь иудеи правивший 30 с лишним лет он воцарился будучи ребенком так по крайней мере согласно книге царей восьмилетним ребенком в 640 году а погиб в 609 прошлый раз мы с вами обсуждали его религиозную реформу и связь этой реформы с книгой второзакония книги двори и под занавес был задан вопрос если я не ошибаюсь на самом деле натан его задавал как бы вне связи с этим сюжетом еще несколько занятий тому назад от вообще отношение к царской власти к царю свое время начале нашего курса мы посвятили этому одно занятие под заголовком на царство в израиле заповедь или грех вот и обсуждали разные мнения разные подходы и концепции связанные с земным царством теперь если действительно книга второзакония и гадварин непосредственно отражает и и как бы ее публикации и превращение в некий центральный документ своего рода знамя новых реформ и если действительно она столь тесным образом связана с правлением ёшияу то возникает естественно вопрос о роли царя потому что ёшияу по крайней мере так как это описывается книги млахим книги царей эта фигура первого ряда об этом в прошлый раз говорили он единственный из индейских царей который удостаивается того что его имя вложено в уста пророка возвещающего о его будущем появление через несколько столетий мы читали этот текст из 13 главы и первой части книги царей человек божий который приходит петель пророчествует о том как ёшияу разрушит жертвенник бетели и вот это пророчество исполнение этого пророчества описывается в 23 главе книги млахим бет второй части книги царей очевидно что с точки зрения автора редактора книги здесь замыкается некоторый круг то есть для него фигура ёшияу это центральная царская фигура с которой может сравниться по своему значению лишь давид и в самом деле то что мы видели это то что ёшияу ёшияу имплицитно с одной стороны представлен как второй муше как бы его деятельность по внедрению за религиозной религиозных новшеств законов представлена как реставрация того что сказано в торе в первую очередь книги второзакония книги дворим таким образом создается смычка между ёшияу и муше а с другой стороны мы говорили что второй давид ибо он пытается опять же согласно книге царей эта попытка к сожалению трагически была оборвана воссоздать царство давида в его исконных границах значит когда нет разделения на южное и северное царство мечта которую разделяли и и некоторые из пророков иудейского происхождения например такой как пророк каких эскель и в этой связи повторяю возникает вопрос а какую роль какая роль отведена царю и дворим и и и насколько эта роль соответствует фигуре ёшияу значит я сейчас с вашего разрешения открою файл чтобы вам напомнить то о чем идет речь я надеюсь что вы сейчас будете видеть то же самое что и я вот этот текст 17 глава книги дворим второзаконие это надо отметить сразу единственный закон о царе в торе вы нигде не встретите в торе законы о царе царской персоне речи нет если кто и называется царем то это бог я опять же не хочу сейчас возвращаться ко всем всей той дискуссии которую мы провели тогда на том занятии споры о том кто имеет право быть царем кто не имеет права быть царем допустимо ли земное царство в израиле спор на эту тему между севером и югом но так или иначе единственный закон о царе появляется книги дворим но этот закон удивляет я зачитываю его в переводе когда вы придете в землю когда господь бог ты придешь землю которую господь бог дает тебе и унаследуешь ее и поселишься мне иногда ты скажешь я поставлю над собой царя как все народы которые вокруг меня поставь же над собой царя которого изберет господь бог твой среди братьев твоих поставить над собой царя ты не можешь не не имеешь права поставить над собой инородца который не из братьев твоих но при этом он не должен умножать коней дабы не возвращал бы он народ в египет ради умножения коней намек на то что египет это как бы то место откуда иудея впоследствии черпала покупала колесницы и и коней а господь сказал вам винию будет идти вы не будете не вернетесь этой дорогой вновь то есть как бы не вернетесь в египет и пусть также не умножает себе жен дабы не отклонилась сердце его и серебро и золото пусть не умножает себе и будет когда он вас сядет на царском престоле то пусть напишет себе с вис копию этого закона на свитке перед жрецами левитами и будет это закон с ним с ним прибудет этот закон с ними он будет читать его все дни жизни своей с тем чтобы он учился и научился боятся господа бога своего из дабы соблюдать все слова закона этого и все уставы эти делать и для того чтобы не вознесло сердце его над братьями его и не отклонился его над заповеди этой вправо или влево ради того чтобы он не дни царства дни его продлились на царстве его его и сыновей его среди израиля вот такой закон опять же мы его обсуждали я укажу сейчас на несколько деталей которые имеют существенное значение закон сформулирован необычным образом как инициатива снизу таких законов в торе в общем то нет все законы тора формулируется и либо как непосредственно данные богом либо как нет про интерпретация которую в книге второзакония же не говорим муж и дает законам бога ни один закон не сформулирован как готовность бога согласиться на инициативу снизу а между тем закона царя сформулирована именно таким образом более того существенно отметить что когда говорится ты скажешь я поставлю себе царя как все народы которые вокруг меня это звучит крайне провокативно в контексте книги второзакония книги дворим нет большего позора нет большего нет более отвратительного чем попытка уподобить израиль другим народом вообще тора отделяет израиль от народа но в книге второзакония это становится центральным мотивом такой вот лейтмотив ки кадошата потому что ты отделен и вдруг появляется такая инициатива которая разрушает ауру отделенности народа израиль очевидно что это не есть хорошо более того если мы сравниваем этот текст с похожим текстом из книги шмуэля где народ просит у шмуэля царя то там звучит ровно такой же аргумент и бог там реагируя на это требование шмуэля говорит что они презрели меня и мое царство попросить себе земного царя там тоже бог говорит пророку шмуэля прими их требования и поставь над ними царя но при этом повторяю это четко заявляется как негатив как то чего быть не должно это как бы первая существенная деталь на которую мы должны обратить внимание в этом законе вторая существенная деталь заключается в том что в конечном счете тот царь которого бог разрешает народу израиля поставить над собой окован таким количеством ограничений окружен таким количеством ограничений что от власти его практически ничего не остается от реальной царской власти хорошо допустим сразу же оговаривается что он не должен быть и народцем вы хотите быть как все народы так вот не будет вам это по крайней мере в одном отношении ваш царь не не будет как у всех народов он обязательно должен быть частью народа израиля и во крайней мере в этом отношении вы останетесь верными своей отделенности но дальше то больше он не имеет права фактически заводить себя армию он не имеет права заводить себе гарем он не имеет права обогащаться то есть три центральных символа без неограниченной царской власти от него отторгаются что же ему дается взамен взамен дается нечто как бы нематериальное фактически тот раз на том занятии я как бы полушутку сказал что он превращается в ешива бухера значит такого ученика ишива этот царь но в самом деле все что он должен делать своей жизни воссевши на престоле это написать список копию закона тор и все время ее изучать время и читать цель 1 чтобы в нем постоянно подогревался страх перед богом а страх перед богом контексте тор и контексте канаха в целом и вообще все еврейские традиции вещь исключительно позитивная и этот страх он тоже является некоторым инструментом инструментом для того чтобы будучи воодушевленным этим страхом царь бы соблюдал все слова закона не отклонялся бы от них и внутренне этот страх не даст ему возможности возомнить самому себя ну грубо говоря тем скажем так неограниченным никакими никакими обязанностями властителям своего рода таким полубогом это ему категорически запрещено и только при этом условий он сможет рассчитывать на то что династия его будет если не вечный то по крайней мере длительный это этот текст мы когда-то опять же разбирали и сравнивали его с другим текстом с пророчеством натана давиду и отслеживали отслеживали принципиальные различия между этими текстами его в пророчестве натана давиду объявляется полный карт-бланш он как бы избранный богом царь помазани к которому никаких специальных ограничений не ставится здесь как бы вот такая такие серьезные оговорки о чем это все говорит надо полагать что-то говорит о некотором как бы сказать остранении или неприятие внутренним самой идеей царской власти как же это сочетается такие с такой фигурой ешь и я абсолютно позитивный царь второй давид божий избранник значит тогда опять же на этом занятии я сказал что этот текст представляется своего рода компромисс компромисс между двумя полярными позициями одна позиция категорически отвергает земную царскую власть где мы наблюдаем эту позицию мы наблюдаем и например в книге шовтим книги судей в истории гидона его сына бастарда а вимелеха узурпировавшего царскую власть там четко говорится что царем может быть только бог мы наблюдаем это в том же рассказе об избрании царя книги шмуэля мы наблюдали это в пророчестве северного пророка оше и мы тогда говорили что вот это категорическое неприятие царской власти действительно характеризует как в танахе как правило северных героев а стало быть судя по всему имеет северное происхождение в противоположность этому идея о избранной царь избранности царской власти о том что царь является своего рода едва ли не сыном божьем идея которая которую пророк оше воспринимал как близкую к языческой на самом деле в чем-то близко к языческой ибо язычники в египте скажем обожествляли царей но тем не менее скажем второй псалом книги псалмов книги пиелин говорит четко по поводу царя от имени бога бни а то они ойом или тихо ты мой сын я тебя сегодня породил это идея избранности династии завета заключенного с 1 с одной семьей с одной династии династии дина вида это идея корениться на юге царство иудея обо всем этом мы говорили и книга второзакония представляет собой некий компромисс теперь то что сейчас скажу естественно является спорным я не хочу посвящать этому слишком много времени потому что это ведет нас опять же в обсуждение вопросов вопросов не столько связанных даже с историей сколько опять же с вопросами о том как по предположению тех или иных исследователей создавалось только но я хочу все-таки отметить что не только закон о царе но и некоторые другие признаки указывают на сказать северное мелье книги дворин помимо прочего одни из центральных мест одно из центральных культовых мест которые я это прошлый раз упоминал которые книги дворим подчеркнуто выделено это шхем горы грезима и валь там где произносится благословение и проклятие там где строится жертвенник и так далее есть еще целый ряд признаков которые показывают указывают на то что есть некое ядро книги дворим которая имеет северные корни помимо прочего книги дворим очень много общего с книгой пророка уши упомянутого мной как в языке так и в идеях поэтому есть некая гипотеза на которой я совершенно не собираюсь сейчас настаивать я хочу как бы ее озвучить один раз чтобы она была известна гипотеза состоит буквально в следующем что традиции зафиксированные книги дворим некие ядерные исходные традиции были принесены в иудею в результате падения северного царства беженцами севера как и другие тексты например рассказы о северных судьях то это же книга о шея в письменном ли устном ли виде это отдельный вопрос но традиции эти согласно высказываем сейчас гипотезе были занесены с севера на ютку дальше эти тексты подвергаются очень серьезной обработке ее принято называть иудейской редакцией во всяком случае это как бы очень серьезная переработка а книги второзакония книги дворим написаны скажу я вам тома да в том числе разного рода исследования о том как она могла создаваться какие разные слои в ней можно обнаружить один из очень крупных исследователей которого мне посчастливилось учиться александр рофе написал об этом монографию так вот идея касательно царства состоит как раз в том что на анти царское ядро было было надет некоторые так сказать корсет который представлял собой компромисс да царь не самое желательное явление земной царь не самое желательное явление в глазах бога израиля но если другого выхода нет и необходим царь по ряду причин то тогда можно поставить над собой царя но такого который бы отвечает ли ешь и я у этому описанию и да и нет с одной стороны ешь и я у это конечно даже так как он описан книги царей мы у нас нет других источников исторических которые бы описывали его но даже из того что рассказывается книги царей очевидно что это был человек очень сильный очень волеустремленным своего рода такой петр великий древний иудей который вздыбил поставил иудею на дыбы и он конечно не церемонился и средства силовые использовал вовсю и это описано в книге царей он вовсе не был таким как искать бездеятельным тихим который только сидит учиться в этом смысле конечно это описание книги дворим является не некой утопией которая даже на ешь и я у невозможно надеть но с другой стороны и это важно отметить ешь и я у описан как человек ревно преданной богу израиль который действительно читает его закон эту самую книгу дворим который делает это для того чтобы соблюдать написанные дней законы и приводит это в действие который не отступает от заповедей ни вправо ни влево и который согласно книге царей действительно не возносится над братьями своими наоборот он смиряется и бог в этом отношении он может быть противопоставлен другому царю который с одной стороны является великим предшественником ешь и я с другой стороны автор книги царей не жалеет критики это шлумо ешь и я у сущности очищает храм который построен был шлумо мы помним что согласно книге царей в конце своей жизни шлумо отклонился от праведного пути и под влиянием наземных жен чье влияние здесь как раз в этом законе отвергается его не должно быть потому что не должно быть такого многоженства начал строить всякие языческие храмы на территории иудеи и пройдешь и я уговориться что именно эти храмы он в конце концов и снес уничтожен а то есть круг и здесь замыкается в глазах автор книги царей шлумо совсем не идеал хотя и построил храм идеалами для него являются давид и ешь и я вот две точки а над ними парит муше а который их соединяет вот так что это надо иметь ввиду когда мы читаем рассказ о юши я у и задаемся вопросом о царстве перед тем как перейти к следующему элементу нашего сегодняшнего разговора если у вас вопросы или замечания краткий если можно маленький вопрос а конечно да вот то что сказал про митсвад сомта сима лиха мелах да что это выделять от всего другого может быть это не прямая связь на мне пришло в голову тоже что-то что как бы выходит из правил заповедь даже не знаю может ли назвать но наверно заповедь да я фото когда там тоже как бы такая идея что в общем идется как-то ну на поводу я не знаю как то это не прямое это начало как бы человеческое что ты не сможешь совладать и не на поле боя такси ну тогда уже сделали как бы также похоже ли это чем-то на царя типа того что ну вот у всех есть понятно что вы будете тоже захотите все но здесь так как бы тоже себе поставить хотя бы с такими же условия с такими условиями значит дело в том что вот эта заповедь про пленницу она была из интерпретирована мудрецами действительно уже в галактических медрошах сифры сифры дворим например как уступка бога да да уступка вот я забыл это слово человеческому ецеру да человеческому началу возможно что имплицитно так это дело и обстоит но и эксплицитно так как этот закон сформулирован гидварин это не совсем так тут не говорится о том что ты чего-то желаешь а бог тебе задним числом позволять тут как бы значит описывается некая реальная ситуация и в связи с этой реальной ситуации вообще надо отметить что большинство законов туры они казуативного характера описывается некоторая ситуация а по поводу этой ситуации как бы выводится закон многих случаях как дело обстоит и дальше объясняется что ты должен делать с этой пленницы но когда ты ее возьмешь пели нигде не говорится прямым текстом что принципе неправильно было бы ее брать в плен но поскольку ничего с кем невозможно сделать то я так и быть соглашусь это уже некоторая интерпретация такого рода интерпретацию кстати мудрецы и по поводу других законов совершенно нейтральных используют скажем скажем закон о так называемым не то рыба и не то рыба и о том что нельзя после того что сажаешь плодовое дерево течение нескольких лет пользоваться его плодами четвертый год надо сделать празднество и только фактически на пятый год ты полностью уже хозяин своего дерева и и и мудрецы говорят а вот почему собственно говоря так это все построено а потому что значит с одной стороны бог и там обещается значит не бойся ничего что тебя ждет вдвое больше и урожай это же самое кстати по поводу шмиты и там это говорится дебра турак в медраже говорится дебра турак и нагадается тура говорит как бы берет в расчет вот это начало человека боится опасается свое имущество поэтому как бы с одной стороны его ограничивают а с другой стороны как бы идут ему навстречу значит это не совсем тот случай который в законе о царе потому что тут уже на самом текстуальном уровне видно что есть проблема он сформулирован как инициатива снизу и эта инициатива повторяю она проблемна если сравнивать ее с другими текстами скажем с текстом книги шмойля так что на мой взгляд это не одно и то же я вижу что эмиль поднял руку и что хочет сказать до эмиль пожалуйста можно включить микрофон да можно включить микрофон только кратко да чтобы мы могли потом продвигаться пожалуйста эмиль по моему можно включить сейчас он тянет руку но микрофон у него выключен и тут написано разрешать учись не участник участвует иметь мы вас слушаем но если вы не включаете микрофон то может быть это случайно поднятая рука давайте продолжим дальше и час меня слышно я слышно эмиль да сейчас но у меня тут я не уверен что я вспомню все свои моменты которые я бы хотел отметить но я так начну по очереди только если можно опять же кратко 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 значит насчет того что не было инициативы снизу значит у меня такие моменты и тро который предложили всевышний подтвердил эту идею суда то есть как устроить значит суд второе может быть более существенно потому что там это только и трон тоже как бы иноземец и вот он как бы а второе это когда тут может быть сложнее вопрос когда случае с разведчиками да когда маша по крайней мере в этой же книге он говорит о том что вот вы меня вынудили послать разведчиков да но как бы всевышний как бы поддерживает его все да тоже то есть здесь как бы прямое указание на то что народ проявил инициативу и всевышний значит третий момент давайте я сразу же на эти два отвечу чтобы такая это будет ну хорошо давайте я подчеркиваю что речь шла о конкретных законах значит история с разведчиками которые мы обсуждали она особый случай да верно вы совершенно справедливо это заметили так как эта книга дворим описывает инициатива снизу которая оказалась наказуемой но это не закон а это и трое за что касается и трое это действительно очень интересный случай когда это даже не просто закон или незакон а это как бы некоторая судебная реформа это в рамках нарратива значит предложение назначить суде то есть это полу закон полу полу рассказ это интересные случаи они заслуживают отдельного рассмотрения и все-таки и все-таки это не конкретный закон торы который сформулирован как инициатива снизу и в результате утвержденный богом как бы это не совсем одинаковая ситуация хорошо я во всяком случае там нет возражения с некоторых пор машина начинает сам какие-то вещи делать уже не спрашивая всевышнего это именно в книге дворим здесь есть такой момент что собственно говоря никакого надобности раньше в торе говорить об этом законе не было то есть сам сказано что вот когда вы прийти в землю вас будут другие законы и поэтому значит не то как бы там делали тут значит тут совершенно четко как бы определяется перед тем как войти в эрес израиль там даются какие-то другие дополнительные закон в том числе и закон о царе вот и теперь если это было как бы как-то связано с израильским царством то какой-то закон должен быть такой который им бы по как бы потрафил в чем-то а тут как бы получается что это совершенно четко как бы иудейский порядок такой и он как бы только ограничивает этого царя многими всякими такими лентами что фактически это в общем-то инициарь а так просто как бы чтобы народ имел скажу кого спрашиваю какой-то авторитет который типа президента такого да который я отвечу на то что вы говорите ну с одной стороны вы правы так это воспринято было и мудрецами которые говорили что за такого рода закона как закон о царе имеет смысл было имело смысл вводить уже на границе с земли израиля перед входом в землю израиля хотя следует отметить что и в других книгах торы не раз звучит формулировка когда вы войдете землю израиля то вы должны будете делать так и так а или не должны будете делать того то и того а это не какое-то исключительно эксклюзивное обусловливание закона в книге дворим а это есть и там и там что касается второй части вашего вопроса то опять же я повторю значит как бы это некая гипотеза гипотеза которая основывается на том что закон так притер что тут есть некое наслоение что закон претерпел изменения что исходная ситуация это отрицание царской власти неприятие это то что пришлось с севера это как бы было обработано очень серьезным образом переработано уже в новом милье иудейском царстве и там как бы был достигнут некий компромисс изначально может быть и плохо поставить над собой царя но коли народ требует то поставить над собой это понятно соблюдать эти условия вот и все здесь с этим самим законом здесь нет никаких проблем если речь идет о том значит все это как бы сводится к тому значит опять таки тому вопросу который в прошлый раз насчет написания вот меня еще осталось два момента коротко коротко я не говорю во первых знали ли все эти цари последующие о предыдущем пересечении вспоминания о шауле не только до видитами и все то есть они как будто бы каждый сам по себе и не знает своей истории так такое впечатление состоится с каждый раз когда мы читаем какую-то историю значит какой-то ситуации то не видно чтобы и блага это рефлексе как бы это воспоминания о тех значит событиях которые были раньше чтобы их сопоставить и сравнить вот меня такое вот это смущает и последнее я то что еще прошлый раз хотел сказать вся когда занимался немножко там этими близкими критиками то я заметил что очень много фактически все что там происходит у них определенное предубеждение значит как бы значит разрушить эту цель на старые и и так сказать и какой-то значит этот смысл такой вот и значит почему подойдите я хочу сказать почему потому что все они так или иначе во первых есть власти во-вторых они часто при университетах или семинариях каких-то и все то есть у них у всех есть предупреждение это идеология она гораздо сильнее чем чем наука получает хорошо значит что касается окей я отвечу на 1 на 2 что касается знали ли цари о том что было до них мы конечно не можем сказать точно потому что от самих этих царей но понятно что человек который создает книгу пишет книгу кое о чем он знает к вопросу о том знали ли не знали сами персонажи это мне немножко напоминает то что за их же ботинский в своем романе самсон назарей написал что по поводу самсона что когда ему при нем упомянули его шоу и мужа то промышал вообще ничего не знал не слышал такое имя первый раз столкнул с ним а про его шоу что какие-то смутные воспоминания мелькнули что такое рассказывали в детстве она это конечно как бы некоторая гипербола но все равно теперь понятно что автор книги царей конечно знай всю эту историю потому что он ее составляет более того повторяю он совершенно намеренно имплицитно правда но намеренно сравнивает ёшияу с давидом несомненно что для него это есть теперь автор редактор сегодня в террономистического корпуса он как бы видит все это вместе и царство шауля и царство давида и у него это складывается некую единую концепцию скажем порочного царя с севера и избранного царя с юга давида и тогда так что про это я понимаю но я говорю как выстраиваясь этот материал что он имеет определенное потому что я не знаю опять же никто из этих царей в самих рассказах как правило не вспоминает о далеком прошлом но это не является целью я не про это говорю это все понятно секунду секунду что касается вашего второго вопроса смотрите я не хочу слишком вдаваться в эту тематику потому что я считаю что это все предубеждение существует со всех сторон вот вы высказали некоторую позицию она тоже на самом деле выглядит как явное предубеждение теперь научный подход на мой взгляд должен быть чушь и тому и другому в конце концов изучается текст делаются определенные выводы так строится любое научное исследование выводы могут быть на каком-то этапе выглядеть вполне убедительными на каком-то другом этапе может быть предложена новая модель которая постарается опровергнуть предыдущие выводы и представить какое-то другое видение ситуации но невозможно иметь дело с политиками да значит конечно можно найти политиков в любом лагере а что те те которые отстаивают единство и цельной стороны никогда не грешат политизации тоже грешат политизации чистое чистое исследование я согласен и согласен и и надо только это принимать внимание все еще раз говорю значит я не знаю кого вы читали каких какие исследования каких каких исследователей но должен сказать к чести этой науки что большинство из этих исследований никакой политикой не грешит есть конечно но это как правило гораздо более мелкие фигуры крупные исследователи занимается другой совершенно деятельностью значит можно конечно всюду подозревать какой-то подвох в этом плане но это отдельно я не говорю о сознательном я тихо извиняюсь мы обязаны продолжить вот я заканчиваю последнее последнее замечание что это может быть не сознательно кроме того что это не наука в прямом смысле слова это не естественная наука это общественная наука которая подвержена идеологическому воздействию изнутри понимаете архетипы они они просто желанию самого ученого я тоже очень кратко отвечу на этот вопрос я знаю что у людей многих которые имеют скажем так базу в области точных наук не у всех конечно некоторых с кем я общался есть определенное ощущение что все что касается филологии истории что это как бы не совсем наука значит я сейчас не буду вдаваться этот вопрос но со своей точки зрения могу засвидетельствовать и утверждать что это наука как любая другая человеческая деятельность по исследованию чего бы то ни было будь то исследование природы будь то исследование текста будь то исследование чего-либо другого если она имеет определенную методологию и ей следует и стремится на основании этой методологии как бы прийти к определенным выводам то это вполне я не буду спорить у меня есть одну секунду семьи все же в советском союзе тот кто занимался философии в советском союзе знает как это делалось я вас прошу пожалуйста не агрессивно мы заканчиваем советский союз в это дело мы вникать не будем я все же с вашего разрешения продвинуть немножко давайте вторая часть занятия вообще их три посмотрим что мы успеем вторая будет более краткая значит я хотел бы продемонстрировать вам что произошло с с образом ёшияу как при переходе из книги царей книгу хроник дивреями которую я неоднократно вам уже представлял теперь в этой книге сделано три существенных изменения в том рассказе который мы видели в книге царей первое изменение состоит в том что согласно книге дивреями свою реформаторскую деятельность царь ёшияу начал вовсе не тогда когда была найдена книга на восемнадцатом году царствования а значительно раньше когда он еще был фактически подростком ребенком 16 лет как бы есть некая игра из типологии цифр он пришел к власти в восьмилетнем возрасте и через восемь лет после этого он взыскал бога и еще через четыре года он начал очищать иудеи иерусалим от языческих святилищ храмов и по следам этой реформ он приходит к идее очищения и храма ремонта храма и тогда находится книга исследователи спорят какое из этих какой из этих описаний более достоверно однозначного ответа не дается значит свое время с легкой руки баруха шпинозы спинозы книга дивреями была объявлена исторически абсолютно недостоверных и поэтому все что в ней написано как бы объявлялась исходно тем что уступает степени достоверности книги царей значит не исключилось что действительно автор книги дивреями хотел подчеркнуть особую праведность юшияу и не ждать целых 18 лет его возрастления а начать как бы его реформаторскую деятельность значительно раньше и и как бы его глазах видимо логичным было начать с каких-то общих реформ а потом прийти в храм а потом найти книгу и заключить с народом завет возможно что это действительно сознательная переработка автор книги хроник хотя не исключено и что здесь отражена какая-то альтернативная традиция возможно ничуть не менее достоверная чем так что книги царей второе изменение состоит в том что автор книги дивреями старательно обходит любое упоминание имени минаше и здесь мы уже находимся на более твердой почвы мы знаем почему это так потому что в автор книге царей минаше является непосредственным виновником разрушения храма иудеи и это напрямую сообщается пророчицей кульдой посланцем юшияу автор книги дивреями это упоминание убирай почему мы это обсуждали два занятия назад потому что вот точки зрения невозможно обвинить человека в преступлении наказание за которое получает другой человек для него концепция наследственного воздаяния категорически не существует поэтому он как мы увидим в дальнейшем обвинит в разрушении храма совсем других людей это второе существенное изменение которое он носит а третье не столько даже изменение сколько серьезное расширение и плохим говорится что юшия устроил пасхальное празднество равного которому не было со времен эпохи судей и автор книги хроник воспользовавшись этим храм тоже рассказывает эту историю но он в отличие от гицарей не удовольствуется кратким сообщением об этом а подробнейшим образом сообщает как происходило это празднество в соответствии с законами торн подробно он описывает то как к этому готовились кого ним как готовили к этому храм что все это делалось в соответствии с установлениями торы и царя давида который здесь упоминается напрямую значит все это делается все это подробнейшим образом повторяю описывается не буду сейчас все подробности вникать кроме одной очень любопытный он уже делал это один раз напомню вам что когда он описывал царствование хискияу он тоже рассказал о песахе времен хискияу то чего не рассказывается книги царей то есть очевидно что для автора книги хроник книги дебриямим как бы песок имеет центральное значение как такое символическое центральное значение поскольку это начало можно сказать и рождение народа израиля а во времена хискияу и яши яу происходит некая реставрация возвращение к правильному состоянию которым прибывает народ израиль поэтому он не может обойти это молчанием и в случае яши яу расширяет рассказ а в случае с хискияу создает его заново и вот здесь есть одна интересная деталь на которую я хочу обратить ваше внимание просто вот как начинается мидраж посмотрите на выделенный мною стих на иврите он звучит так как как готовили пасхальную жертву теперь вторая часть этого стиха нас меньше интересует интересует главным образом первое что это значит воевашил а песок баэш камешпат нас варили пасхальную жертву в огне как сказано законе по уставу все понимаем что здесь есть что-то не то потому что или варят или жарят откуда же такой странный гибрид взялся для того чтобы ответить на этот вопрос посмотрим действительно законы торы касательно ps у нас есть два странно странно противоречащих друг другу законы один содержится книги исхода по поводу пасхальной жертвы принесенной в год исхода из египта и этот закон в общем то стал основой всем для всего будущего представления о том как должен готовиться песок песок это жареное мясо так говорится не исхода и будут есть мясо в ту ночь зажаренное в огне и сухой хлеб мацот и сухой хлеб мацот на горечь и на горьких травах будут есть с горькими травами будут есть его не ешьте от него не ешьте его в состоянии недожаренном или вареном в воде но только пожаренное в огне теперь это закон книги шмор если мы обращаемся к закону книги дворим мы к удивлению своему обнаруживаем следующее утверждение по поводу пасх пасах мы говорили о том что пасах юшия у в девря и уже в книге царей это пасах соответствии с законом книги дворим потому что он должен производиться в центральном месте там где бог изберет его для того чтобы поселить там свое имя то есть храм однако автор книги царей не не рассказывает о том как готовилась пасхальная жертва посмотрите что здесь написано вы придете в место которое изберет господь бог твой поселить там свое имя там принеси пасхальную жертву вечером после захода солнце то время когда ты выходил когда-то из эфира и свари не съешь в этом месте которое изберет господь бог твой а после этого пойдешь по шатрам своим как мы видим с точки зрения книги дворим пасхальная жертва не жарится а варится это одна из проблем кстати говоря которыми оперируют период так гипотеза которая предполагает наличие разных источников тори один из примеров явно есть противоречия между как поступает такого случае традиционный комментарий и здесь я начну как бы с конца я покажу вам что сказано в этом связи в мишнаиском мидраше есть мидраше эпохи мишны который называется михель тадараби ишмай это мидраж книги шмар и вот он цитирует стих из книги шмот где сказано что нельзя варить пасхальную жертву он цитирует это стихи дальше говорить а на самом деле эйн башель эла цели жена и марва и вошло а песок баешка мишпат цитирует книгу дибраемин мекана я рабью ши я умер анудерминам и ушал асур бацли значит что он делает он очень такой оригинальный ход мидраж говорит так аль тухну мименуна и мы как бы читаем у вашего уши бываем не ешьте от него недожаренного и сваренного в воде но мидраж предлагает читать иначе не ешьте от него недожаренного а сваренного в воде которая есть не что иное как зажаренная в огне а это довольно такой странный способ прочтения отметить потому что как бы все таки мы понимаем что нас а либо варят либо жар но здесь делается такую вот оригинальный ход и даже говорится что есть такой закон тот кто дает обед не есть вареного знать что он не может не есть и жареного откуда это берется но разумеется из желания совместить закон книги шмот закон книги дворим и сказать что между ними противоречия не это общий подход общий подход мудрецов тари потому что они конечно же видели проблемы текстом том числе противоречия между различными законами и пытались их объяснить способ их объяснение состоял в том что поскольку тара по определению едино значит противоречие которое мы видим должно быть кажущимся противоречием и его можно разъяснить как говорится никогда не закрываются врата мидража нужно объяснить даже если это объяснение выглядит весьма странным но лучше так чем признать что между законами есть противоречие но на самом-то день в мидражу эпохи танаев предшествовал гораздо более ранний мидраж который этот мидраж цитирует и эта книга девреями откуда взялась эта странная гибридная формулировка пусть сварят песок в огне как написано как как по закону по устам что такое сварит песок в огне очевидно что автор книги девреями думал в этом же направлении он имел перед собой закон книги шмот он имел перед собой закон книги дворим и он их соединил сказать как бы сказав мысли на себе и обратившись поображаемому читателю нет противоречия до варить в огне песок вот такая оригинальная жертва которая варится в огне и когда тора книги шмот говорит вареная имеется ввиду жареный это бы я вам представил что называется начало для меня это всегда очень пленительный такой момент когда ты что называется хватай жар птицу за хвост видишь где начинается мидраж каком месте когда впервые это было высказано возможно что это существовало и до автора тебя имею что он здесь опирается на какую-то экзогетическую традицию но первый кто это высказал глонт мидраж казали уже идет по его следам а это свое время был такой исследователь библейских текстов в израиле в середине двадцатого века который называл это таким термином почки на почки мидража в виде время это второй сюжет который я хотел вам представить что касается третьего сюжета то мы успеем только ввести его хотя он так как раз и послужил заголовком сегодняшнему занятию но мы значит как бы сделаем некоторые введения но перед этим опять же если есть какие-то краткие вопросы по поводу того что я сказал сейчас в связи с негиди время то можно их задать опять же ну вот последнее нет ли такого значения левашель просто приготовить то есть поскольку дакон уже был дан а здесь надо просто упомянуть его из нее описывается подробно закон песок можно сказать что приготовь песок приготовь песок понимает ли вашель как бы там он уточняет потом значит дальше если бы это было так именно то я думаю что не не было бы никакой надобности это пояснять если бы глагол на вашу не поясняет как бы мидраж то поясняет явно и им большая и нацли мидраж поясняет но не время мим он просто пишет ли вашель бээш приготовить в огне и все время это верно он это делает но дивре мим вообще не действует как мидраж он не цитирует стихи сторы и не говорит понимаете его так то и так он как бы дает уже конечный результат как тот математик который не раскрывает перед нами решение задачи а дает ответ теперь нет мидража понимаете если это так что это я сказал что это как бы не три зачаточные мидраж теперь мы не находим в общем-то у слова левашель какого-то общего значения приготовить вне всякой связи сваркой это глагол вполне конкретно имеющие значение варить есть еще у кого-то какой-то какой-нибудь вопрос насчет последнего сюжета который описывал окей тогда я с вашего разрешения сделаю только введение тему которая будет занимать нас тогда первую половину следующего занятия а значит вот которая выведена заголовок сегодняшнего занятия 1 убитый мессия трагическая смерть царя и шия у что я имею в виду в общем тексты мы будем разбирать следующий раз а действительно будет рассказываться о гибели трагической гибели шия у и о том как по-разному это поняли опять же автор книги малахими и какая из это какой был сделан из этого вывод более поздней традиции но я хочу обратить ваше внимание на общий сюжет есть еврейской традиции равно как и в христианской идея о погибшем мессии сейчас не говорю о том что есть еще вторая сторона медали первую учить христианские традиции о воскресшем мессии это отдельный вопрос но есть игре об убитом мессии мессия который гибнет теперь где это проявляется это проявляется судя по всему в кумране есть намеки на такую фигуру фигуру гибнущего мессию мессии возможно так в таком виде воспринимался учитель праведности на гибель которого некоторые тексты кумрана намекают это есть в истории о бар кухне хотя конечном счете чтобы его мессианство ставится под знак вопроса на иерусалимский талмуд устами рабиаки вы называет его мессией он гибнет и наконец еврейской традиции не касаюсь христианской есть идея о некоем образе который называется машиах бен юсеф мессия из дома юсефа который тоже должен погибнуть проложив тем самым дорогу следующему мессии который называется машиах бен давид и в трактате сука в евгенском талмуде есть подробное обсуждение того как погибнет машиах бен юсеф где на это содержится намеки текстах танаха почему он должен погибнуть и почему такая же участь не ждет мессии из дома давид так вот то что я попытаюсь озвучить следующий раз это что первый у область такого рода в еврейской традиции по сути дело образ царя юсефа образ погибшего мессии мессии не просто как общего названия для царя помазанник потому что как раз о помазании юсефа ничего не рассказывается в танахе как правило рассказывается о помазании царей которые пришли к власти каким-то необычным путем с нарушением с нарушением порядка наследования так скажем помазывали шауля он был первым царем помазывали давида помазывали шлуму который по идее не был старшим сыном давида помазывали например сына юшия у я хаза о нем еще будет речь впереди но постепенно как бы уже в танахе складывается идея помазанники в царе помазанники как спаситель как избавитель и вот судя по всему юшия у был первым таким образом царя как с которым связывались мессианские надежды и который трагически погиб вот об этом мы будем говорить первые на первой части нашего занятия следующего она 2 мы перейдем к наследниками ши я у и частности начнем использовать очень широко книгу пророка ермия в этой связи вопросы замечания все ясно спасибо вот единственно что я посмотрел есть еще нюанс толкование что башель корень он имеет ввиду созревание взрывание если сказать что то значит надо мясо довести до такого состояния чтобы там по полностью она созрела до полностью было то может быть бешурба с может быть довести до конца в огне да можно пытаться толковать возможно даже в этом направлении мидраши идет но вопросы спасибо имеет большое еще вопросы у кого-нибудь кроме миля вопросы замечания что-нибудь осталось неясным незатронутым вопросов нет вопросов тогда мы на этом заканчиваем правильно спасибо большое спасибо вот это я имел ввиду на самом деле связь связь с ханукой потому что ну как раз наше следующее занятие будет сразу после хануки вот и или там еще даже будет последний день хануки не помню вот и вот эта попытка ешияу достичь полной независимости она действительно чем-то напоминает будущую попытку скажем иуды маковея который тоже кстати говоря погиб еще один такой образ спасителя который погиб трагически вот всем спасибо большое окей тогда мы на этом заканчиваем всем счастливого пока